Готовы. Пойдем гулять. Всем привет. Я вас приветствую на своем канале. Спасибо, что заглянули. Надеюсь, что меня хорошо слышно, потому что у нас сегодня такая странная погода, немного ветерок дует. И вполне возможно, что мой голос сдувается. Я сегодня вышла погулять, решила вас взять с собой. Здесь, недалеко от дома, в общем, я прошла километр, дошла до пантеона Белоразины, еще называется Маузолео. И здесь должна быть такая выставка Туриного архитектуры. Работает типа она с 10 до пол первого. Я сюда уже пыталась попасть, но всегда впадала в обеденный перерыв. И сейчас пришла вовремя, но все закрыто. И сейчас я иду в наш лесок. Он, в общем-то, называется Бускетто. Это как парк. Здесь обычно люди бегают очень много в любое время дня. И вечером, и утром ездят на велосипедах, просто гуляют. Мне нравится этот парк, потому что он такой диковатый, как лес. Не очень ухоженный, в общем, деревья, кусты все растут, как им хочется. Я сегодня решила никакой особой темы не придумывать для своего видео. А вот просто так поболтать, о чем захочется. Куда мысли пойдут, а то мы будем болтать. Значит, сегодня я решила пройти не меньше 6 километров пешком. Мне не нравится бегать, мне вообще спорт особо не нравится. Но я нашла два таких вида спорта, легких, которые, в принципе, если делать ежедневно, если заниматься этим делом ежедневно, регулярно, хотя бы не ежедневно, регулярно, то результат должен быть. А люблю я заниматься именно фитнесом дома. Фитнесом дома и вот такие прогулки совершать. Я сейчас стала совсем недавно, только вторую неделю, посмотри, какой там красивый кот. Чуворненький. Киса. Киса. У ты. Ты что здесь один делаешь? Играется с лягушкой. Уединиться здесь нельзя ни в какое вообще время, ни в каком лесу. Всегда кто-то ходит, всегда кто-то бегает. И я постоянно стесняюсь снимать, потому что, мне кажется, на меня как-то неправильно смотрят. Ну, так как я еще считаюсь начинающим блогером, то, может быть, в будущем я буду снимать без всякого зазрения совести. Это место мне очень сильно напоминает мою малую родину. Ну, очень чистая вода, кстати. Здесь я также видела рыбаков. В детстве я когда-то тоже любила рыбачить. Хотя, получалось у меня это делать очень редко. Ну, теперь рыбачить я уже не смогу. Потому что, как буддистка, пообещала себе больше не убивать живых существ. Бессмысленно. Красота. Итальянцы очень любят бегать. Если честно, я их не понимаю, но точно уверена, что бег очень полезен. Практически всем. И мне бег полезен. И я очень быстро привожу себя в форму. Особенно какие-то проблемные места. А это у меня, естественно, попа. Для попы очень полезно. То есть, я как бы... У меня такой тип фигуры, как песочные часы и груша. Что-то вместе, как-то среднее. И вот, с бегом в прошлом году я прямо привела себя в форму за полтора месяца. Если бы мне так не нравился бег, я бы продолжала бегать. Но насиловать свой организм тоже особо не хочется. И мне приятнее заниматься приятными упражнениями, скажем так. То есть, какая-то вот именно спортивная йога. Йога, пилатес. Вот мне тоже не очень интересно. Мне не нравятся особые растяжки. Хотя в конце упражнений стараюсь их делать. Но мне вот больше нравятся упражнения, когда я прокачиваю какие-то группы мышц. И я чувствую, как мышцы работают. Но все это не в быстром темпе. Все это не в медленном темпе. Но именно вот, когда чувствуется результат. Когда ты позанимался, устал. А у тебя возрос аппетит сразу уже несколько раз. Вот такой я люблю спорт. Поэтому по полчаса в день, три раза в неделю я стараюсь заниматься домашним фитнесом. С фитнес-мечом, эластичной резинкой и гантельками по килограмму. Вот. И два-три раза в неделю, в зависимости от времени и от погоды, я сейчас стараюсь гулять. От пяти километров. Ну, свыше шести у меня тоже особо как-то не получается. Очень люблю ходить, гулять. Это вот прям самое лучшее. Какая симпатичная собачка идет. С дедушкой, с бородой. Вообще здесь вот именно в утреннее время и в полдень очень много именно пенсионеров бегает. Причем чаще всего это мужчины. Бабушек бегающих можно встретить, но мало. В основном это мужчины. И в принципе на улицах встречаются чаще всего мужчины, может быть, потому что здесь как бы по статистике мужчин больше в Италии, чем женщин. Что, конечно же, несомненный плюс. Для женщин. Вот. А дедушки бегают вот в основном в утреннее время, когда более молодые работают. И молодежь, и студенты, и люди среднего возраста бегают в основном после семи вечера. Встречаю людей, которые бегают и в январе, хотя у нас такая промозгла обычно погода, и в дождь, и в снег, и в град, и в основные их праздники даже в Рождество с утра. На Пасху с утра можно увидеть. А такие люди у меня вызывают просто восхищение. Восхищение и уважение. Да, спортом в Италии любят заниматься, спортивные залы переполнены. Кстати, спортзал мне тоже не очень нравится, но, наверное, я неправильно занималась, но, в принципе, мне программу прописали. И я сама всё изучала, читала отзывы тренеров, какие-то советы. Занималась, прокачивала мышцы, чувствовала себя очень сильной, прямо очень сильной и тяжёлой. То есть я всегда набирала вес, я никогда не набирала сантиметры. То есть я оставалась в той же форме, но набирала вес. И когда я уже переставала заниматься, бросала занятия, я очень быстро сдувалась. Скорее всего, теряла мышечную массу и чувствовала себя очень легко. Я скидывала за месяц до трёх килограмм, до четырёх, без всяких вообще проблем. Я чувствовала себя такой, прям тоненькой сразу и лёгкой. То есть не знаю, не знаю, очень многим знаю, нравится фитнес. Вот не фитнес именно, а спортивный зал, качалка, да. Я вижу, какой у них хороший результат. Но просто мне кажется, что всё индивидуально. И каждый должен подбирать себе вид спорта сам. К тому же мне не очень нравится заниматься среди других людей, в группе. То есть я вообще не люблю чужих людей вокруг себя. Я вот даже здесь пытаюсь зайти куда-нибудь, чтобы просто уединиться, чтобы посидеть, послушать звуки природы. Не хочу никого встречать, не хочу ни с кем общаться, когда я этого не хочу. Когда мне это нужно, требуется, то окей. Ну вот спорт такое сделаю, когда мне нравится заниматься именно наедине, дома. Делать те упражнения, которые мне в этот момент именно нравятся. И всё отлично. А вот ещё надо не забыть сказать, как я вообще в принципе понимаю, сколько километров я прошла и сколько времени затратила на этот километраж, сколько калорий потратила. Это я всё поднимаю с помощью программки, которая называется RANTASTIC. Вы скачиваете себе на телефон лёгкую бесплатную программку RANTASTIC, включаете её и можете бегать или гулять. Она вам высчитает и время, и килокалорий, сколько вы потратили, и точное количество пройденных километров и метров. Вот здесь получается так смешно. В чём прикол? Я зашла в этот парк, обогнула его. Не прошла просто вот через парк, а обогнула его с правой стороны. И вот видите здесь домики за стеной. И это уже не Турин. Турин закончился. И мы с вами попадаем в Никелину. Это маленький пригородный такой городок. Маленький пригород Турина. Уезд, можно сказать. Таких уездов здесь очень много. Достаточно количества. Вот здесь можно через травку пройти. Всё вот. Там уже Никелина. Там уже Никелина, там уже, в общем-то, всё относится к коммуне. Турина, естественно, у них там свои тоже коммуны есть. Управление обычно, да, администрация местная. Обязательно церковь. Ну и так, по мелочам. В общем, такие милые как бы посёлочки. С одной стороны, можно попасть сюда, вот в Никелина. Можно пойти было в совсем другую сторону, там, где местный рынок. И попасть в Монкальери. Легко. То есть от нашего дома пешком нужно пройти до двух разных городов. Вот так вот интересно. Вот эта дорога, по ней можно было пройти. И вот он начинает с Никелина. Вот она моя программка Рантастик. Посмотрите уже, сколько я прошла. Красота. И, наконец-то, я изобрела вот такие дебри. Вот она, тропинка. И не знаю, куда она меня выведет. Выведет она меня в начало этого парка, или в конец, или в середину. Или я так буду вокруг плутать. Но здесь клёво. Я себя чувствую просто в лесу. Классно. Становится у нас всё теплее и теплее. Сегодня опять будет где-то, я так думаю, ну не меньше 22 градусов тепла. Это точно. Это точно. Может быть, даже 24. Сегодня я изобрела вот в этот лесок. А в следующий раз, если хотите, я вас возьму с собой на прогулку в парк, который находится напротив. И тот парк, в основном, предназначен для бега. Там удобно бегать, там ровные дорожки, там подстриженная травка. Ну, как-то так, он более ухожен. Более ухожен, чем вот этот лесок. Ну, в принципе, мне и здесь нравилось бегать. Вот, когда я бегала, я здесь себя чувствовала хорошо. В следующий раз возьму вас туда. И там тоже есть одна тропинка. Нужно знать, куда свернуть. Там есть прикольная речушка. Там плавают уточки. Растут камыши. И есть маленькие милые мостики. В следующий раз туда вас возьму. А, круто! Здесь в прошлом году мы и рисовали бодипейтинг. Мой второй в жизни бодипейтинг. Я тогда еще обучалась. Была ассистентом у бодипейтинг-мастера, у визажиста. Вот это место. Мы прошли недалеко от моста. И я прям вспомнила. Я ребят, с которыми этот бодипейтинг делала, привела в этот парк. Ну, предложила как бы нам по теме нужна... Была вот такая живая природа. Тут какие-то цветочки были, бабочки летали. Мы делали именно бодипейтинг Евы. Если хотите, заходите. Вот по этой ссылке. Откроется в новом окне. Посмотрите, как это было год назад. Это было год назад. То есть где-то в начале июня, в конце мая. До прихода, по-моему, африканской жары, если я не ошибаюсь. Или африканская жара уже пришла. Но было так очень-очень тепло. Привела сюда ребят с утра. Думала, что спокойно сделаем бодипейтинг. Как бы никто нам не будет мешать. Был рабочий день. Но не тут-то было. Бегали, ходили, проезжали на велосипедах постоянно. Хорошо, эта модель вообще никак не смущала. Это больше смущало как-то меня. Блин, что они здесь делают? Мы же свернули со основных тропинок. Это вообще второстепенное. Ну, вот так вот было. Классно. Я тогда еще обучалась. Еще краски так познавала для бодипейтинга. Думала, что на тот момент, что как бы сама самостоятельно уже в скором будущем начну делать бодипейтинги. Эх, красота. Ну, что, в принципе, буду сейчас выходить из леса. Уже час гуляю. Загляну в Белоразим, в Пантеон. Если открыт, то зайду. Там выставка должна быть бесплатна. Я зайду и вам эту выставку покажу немножко тоже. Если будет закрыто, двинусь в сторону дома. Там по пути еще зайду в небольшой супермаркет. Куплю кое-что, что мы забыли купить в прошлый раз. И пойду домой. Оказалось, что Пантеон открыт. Ну, его как-то так к 11 открыли, я так понимаю. Вот этот Пантеон. Я здесь даже со своим свеклом снимала клип. Мини-мини клип, для которого я создала образ мертвой невесты. В общем, сама себе раскрасила лицо, сама себе приготовила наряд. Сама произвела монтаж. Кому интересно, переходите вот по этой ссылке. Этот образ я создавала к Хеллоунину. Посмотрим. Напоминаю вам, что здесь должна проходить агрикультурная выставка. Вот это сама Белоразим. Продолжение следует... Вообще, ребят, я ошиблась. Никакая это не выставка. И если это выставка, то каких-то просто фотографий, описание разных исторических моментов. В общем, вся агрикультурная жизнь Турина на протяжении нескольких столетий. Что где выращивали, когда начали, когда что-то открыли. Там, где капустка, где картошка. Ну, читать это нужно. Я-то думала, как-то представить что-то такое агрикультурное. Ой. Вертолет летит. Ну, и что я хотела сказать. Не люблю такого плана выставки. Не люблю это все читать. В общем, если меня заинтересует агрикультурная жизнь Пимонта и Турина, то я зайду в интернет и все это прочитаю. Сами эти стенды только портят внутренний дизайн, внутренний вид этого пантеона. Потому что там очень красиво, как вы увидели. Колонны снаружи, арки. В общем, вот такой. Ясерок очень много у нас. Продвигаюсь домой. Они здесь у тротуара греются на солнышке. Смотрите, какая красивая. Я к ней подхожу. И она... Ну, убегай. 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 Не знаю, все остальные разбежались, а это нет. А, вот. Убежала. Очень много. Смотрите, просто одни, вторые, третьи. Вот одна за другой. Где, где, где? А вот хвост. Вот второй хвост. Вот там еще одна заползла. В общем, так прикольно. Но я их боюсь. В прошлом году, когда мы были на море, в наш домик у моря, заползла ящерица. Я ее увидела посреди ночи. Я там, по-моему, устала воды попить. Увидела на потолке. Господи, это было самое веселое. В кавычках. И самая бессонная ночь у меня. А вот там, кстати, церковь. Вот она. Ну, такая она снаружи проста, но внутри очень мило и красиво. Мы там венчались. Года так, по-моему, полтора назад. По итогу. Сегодня я просто молодец. Прошла практически 8 километров. Потратила 815 килокалорий. На это затратила, ну, практически 2 часа. Классно. Довольна результатом. Разбираем продукты, которые я принесла сегодня с супермаркета, когда возвращалась с прогулки. Ценник, как и в прошлом видео, подпишу сверху. В воскресенье мы едем к свекрови на обед. Я собираюсь приготовить очень простой клубнично-сливочно-шоколадный тортик. Простой, без выпечки. Я думаю, что любая девушка при желании может приготовить такой тортик, сама просто придумав, как я. Ну, если кому-то такой рецепт интересен, я могу показать. Как бы вы пишите, не стесняйтесь, я покажу. Но, в принципе, у меня такого в планах нет, потому что рецепт мой, а не рецепт итальянской кухни. Так что для этого тортика я купила сливки. Я купила маскарпоне. Далее, может быть, туда пойдут яйца. Вот в последнее время я покупаю такие яйца. Здесь написано non ingabia. То есть, курицы не сидят, куры, извините, не сидят в клетках. Яйца стоят чуть дороже, чем обычные, но я все-таки надеюсь, что куры действительно страдают меньше, и поэтому покупаю эти яйца. Может быть, это глупо, но у каждого свои приколы. Молоко, не знаю, пойдет, не пойдет на торт, увидим. Какао сладкое. Клубника. Одна пачка. И вторая пачка. И желатин. Также я заметила, что у меня закончилась помидорная полпа. Как же без нее? Сегодня я ведь буду готовить пасту, естественно. И шпинат. Шпинат я просто обожаю. Очень жалко, что он так упаривается, уваривается и утушивается. Огромный пакет на полкилограмма превращается просто в маленькую горстку тушеного шпината. Шпинат обожаю, в общем, классно. И еще купила вот такие вот шампиньоны, уже нарезанные для будущих омлетов. Все эти покупки у меня вышли всего лишь на 20 евро 17 центов. Я вас благодарю за то, что сегодняшнее утро вы провели со мной. До скорых видео. Отличного вам дня. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok